Вот согласен ли ты с таким утверждением, что российские суды должны быстро реагировать на обращение и выносить справедливые решения? Ну так, если коротко. Нет, конечно должны, но я скажу, что суд как сам без прокуратуры-то отреагирует. Если есть или иные жулики, прокуратура должна, полиция должна, правоохранительная система действовать. А суд, конечно, должен максимально оперативно покарать, воздать по делам. Ну вот, и сейчас только что согласился с президентом России Владимиром Путиным. Он на ежегодном совещании с судей общей юрисдикции заявил вот такие вот вещи. Соответствующее сообщение размещено на сайте Кремля. Многим сейчас приходится трудно, безусловно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Он отметил, что уже два года приходится жить в трудных условиях. И поблагодарил судей за достойное, подчас самоотверженное исполнение своей миссии и работу с полной отдачей. Вот теперь как ты прокомментируешь все эти слова. Слушайте, я не думаю, что президент в этих вопросах искренен с нами. Потому что та проблема, которая у нас сегодня складывается в судебной власти, она, безусловно, ну просто самого заядлого скептика, аполитичного человека волнует. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что суды у нас не объективны, что суд служит богатому, суд служит тому, у кого власть, регалия и полномочия. И если иной раз человек идет вынужден в суде защищать себя, вряд ли у него это получится. И официальная статистика тех же правоохранительных органов говорит, что практически 100% людей, которые проходят по уголовным делам, они осуждаются и просто не имеют возможности защитить себя. Принцип состязательных сторон, принцип защиты в суде, он просто отсутствует. Юристы, профессиональные адвокаты уходят из профессии, потому что после определенных, но неправосудных решений просто не понимают смысл их нахождения, если от них ничего не зависит. Если телефонное право, если, соответственно, давление со стороны высокопоставленных чиновников, других структур власти, ветвей, является ключевым в этих вопросах. Другая тема, если суд рассматривает дела в отношении чиновников, если он рассматривает дела в отношении правоохранительных органов, в этом случае решение, как правило, заведомо известно, что все уйдут от ответственности, а даже если эта ответственность будет, тем не менее, наступать, то она максимально смягчится, чтобы человек ушел из суда своими ногами, в лучшем случае, чтобы это было условное наказание, срок, а в худшем, чтобы вообще, к черту матери, был оправдан, и, к сожалению, так наша страна живет. Поэтому знает ли об этом президент? Конечно, знает. Я не думаю, что нужно принижать уровень Путина до такого состояния, что он вообще не в курсе, что происходит в нашей стране. Я думаю, что прекрасно понимает, тем более, что этот суд в том числе сталкивается с высокопоставленными чиновниками, с министрами, в конце концов, которых выпускает на свободу и говорит, все нормально, все хорошо, Рафик полностью не виновник, помните, как в юмористической передаче. Как это исправить? Понятно, что реформа судебной власти просто примитивна, она настолько проста, что будет близка для понимания абсолютно любого гражданина. Судьи должны зарабатывать и получать ровно столько, сколько рядовые граждане. Ну, может быть, какой-то повышающий коэффициент, но их зарплата не может отличаться в десятки раз от того, что получают рядовые граждане. Почему? Потому что это создаст условия, при которых они будут оторваны от реальной жизни. То есть они будут небожителями, они будут существовать в другой реальности, они не будут знать проблем людей, они не будут понимать, как эта система должна работать. Они будут в своем мире каком-то существовать вседозволенности, абсолютного достатка, поэтому зарплаты должны быть пересмотрены. Далее, судьи должны не назначаться, они должны выбираться на всеобщих открытых выборах. Сегодня судья назначается депутатами Единой России. Он понимает, что граждане на его судьбу не влияют вообще никаким образом. Никаким образом в этом случае он будет заинтересован угодить тому, кто его назначает, или граждане, которые находятся где-то там на большом отдалении. Понятно, что он будет через этот аппарат назначения заинтересован угодить, выслужиться, пойти навстречу, может, в каких-то моментах чиновникам и депутатам. Далее. Понятно, что помимо зарплаты, понятно, что помимо каких-то официальных источников дохода у судьи, наделенного огромной властью, вершить судьбы других граждан, есть возможность обогащаться нетрудовыми доходами. 20-я статья Конвенцион заставить чиновников, в том числе судей, отчитываться по своим расходам. Вот у тебя зарплата, сколько на среде зарплата по стране? 30 тысяч? Росстат говорит 50 тысяч рублей, да? Ну, пусть там, к примеру, 50 тысяч судей. Ты не можешь купить себе дорогую иномарку или там элитную недвижимость, или там где-то что-то за рубежом. Твои дети не могут, я не знаю, организовать торжества, которые исчисляются там миллионами долларов, просто потому что ты эти деньги законно заработать не можешь. Поэтому, если вдруг такие факты есть, малейшее обращение граждан, и, собственно, судью в общем порядке вызывают в кабинет следователей, говорят, скажите, пожалуйста, а вы откуда это все взяли? То есть, иными словами, судья, может быть, и может что-то украсть, взять взятку, чтобы встать на сторону той или иной нужной стороны, но потратить он эти деньги не сможет. Поэтому на определенной стадии, ну, я не знаю, он нахапает тот или иной чиновник или тот же судья, он будет понимать, что он рискует свободой, а взамен ничего не может с этими деньгами сделать. И это создаст объективную реальность, что человек будет работать честно. А если это наказание будет неотвратимым для всех, он будет видеть, что система вдруг перестала получать государственный заказ, задачу работать на личное обогащение. И заинтересована работа в интересах каждого гражданина. Тогда понятно, что эта система просто в одночасье изменится. Поэтому можно ли сказать, что это что-то сложное? Да нет, конечно. Простые законы, простые реформы. Почему их не делает власть? Потому что их задача создать касту. То есть они заинтересованы в сословных органах. Они заинтересованы, чтобы эти структуры были оторваны от народа. И, соответственно, сформировали власть как единое независимое какое-то сообщество, структуру. И тогда, конечно, там будет полное взаимопонимание и прокуратуры, и суды, и администрации, и правительства, и губернаторы, и министры. Все будут, как говорится, друг другу помогать. А народ, который угнетается и грабится, он будет в таких ущемленных положениях и правах. Поэтому я считаю, что, может быть, судьям и можно желать, чтобы они максимально эффективно работали. Только эта эффективность будет не в интересах людей. Потому что при действующей системе закладывается в основу это несправедливость, это порочность. И которые, на мой взгляд, очень легко изменить, если на это есть политическая воля.